всех приветствую на своем канале сегодняшнее видео я вам хочу показать как связать вот такую вот замечательную шапочку ниндзя черепашка на мой взгляд она получилась довольно таки интересной и красивенькой это любимый персонаж многих так сказать мальчиков поэтому я связала эту шапочку на мальчика от 5 до 6 лет в общем чтобы она хватило ему так сказать на весну и возможно даже на осень шапочка рассчитана на объем головы 53 55 сантиметров у меня 54 с половиной она так сказать хорошо села довольно таки в общем вы смотрите по объему головы вашего малыша такую шапочку можно связать не только своему малышу а и станет прекрасный подарок так сказать племяннику внуку в общем я думаю что понравится любому малышу и так в общем вязала я крючком номер 4 использовала пряжи 240 метров 100 граммах это пряжа немного толще чем обычная классическая в качестве основного цвета я использовал зеленый цвет вы можете взять любого оттенка зеленого как светлый так в общем более темный ну на ваше усмотрение в качестве дополнительного цвета я взяла голубой цвет он наиболее подходит под любимого персонажа моего племянника это миклянджело то есть если вы хотите допустим можете взять красного цвета оранжевого сиреневого в общем желтенького вот так сказать любимого персонажа уже вашего малыша ушло у меня практически моток основного цвета зеленого можете взять даже начатый моточек в общем я думаю в принципе вам достаточно будет в качестве дополнительного цвета я взяла голубой которого у меня ушло где-то грамм 25 от моточка и немножечко беленького цвета можете взять беленький цвет я брала тоненький двойную ниточку хотите возьмите такой же по так сказать по толщине конечно же пряжу основных цветов лучше брать и так сказать одного типа либо приблизительного микража то есть у вас не получилось что шапочка здесь тоненькая здесь толстая здесь снова тоненькая либо наоборот тоненькая толстая тоненькая в общем как как в принципе вы считаете нужным такую берете можете использовать допустим остатки какого-то цвета в двойную тонкую нитку также в общем можете связать потоньше тогда вам придется так сказать в донышке шапочки набирать больше прибавления делать для тех кто хочет связать шапочку поменьше размерами то есть примеру объем головы вам слишком большой для шапочки вы можете так сказать когда мы будем провязывать прибавление на донышко я буду делать прибавление до 12 столбиков прибавку вы можете остановиться на 11 либо 10 то есть как вам нужно в зависимости от размера объема головы как вам понять сколько нужно провяжите допустим 11 сантиметров прибавка 11 столбиков без накида прибавка а затем провяжите высоту то есть если вы поймете что вам достаточно на этом и останавливайтесь если вам нужно меньше то соответственно еще распускаете уменьшаете на один ряд в общем и так по ходу вязания я думаю вы сориентируетесь затем у нас будет сначала вывязываться донышко затем будет так сказать плавный переход вывязываться и высота шапочки затем мы приступим к ушкам и уже украшение непосредственно самой шапочки по желанию вы можете добавить веревочки то есть завязочки на шнурочки завязочки я вам оставлю ссылку под видео конечно же в общем если вам понравилось присоединяйтесь в качестве так сказать зрачков я использовала бусинки вы можете взять пуговички либо какие-то другие так сказать кружочки в которых и которые считаете нужны также нам понадобится ваше хорошее настроение мы начинаем берем ниточку зеленого цвета и делаем кольцо амигуруми крючком закрепляем его и в колечко набираем 5 столбиков без накида 1 столбик сюда же 2 столбик в колечко 3 столбик 4 5 и 6 делали 6 столбиков закрепляем наше колечко стягиваем полностью и начинаем делать прибавки в каждую петельку провяжем по прибавке по 2 столбика без накида в одну петлю 1 столбик и сюда же 2 следующая петля 1 столбик и сюда же 2 3 петелька 1 столбик провязываем и сюда же 2 4 петелька 1 столбик и сюда же 2 затем 5 1 столбик и сюда же 2 и последняя петелька 6 последняя прибавка 1 столбик и сюда же 2 теперь чтобы вам не считать а было очень так сказать удобно вязать я вам предлагаю взять маркер либо обычную ниточку но немножко другого цвета то есть хотите в принципе возьмите такую же но мне удобно чтобы она была другого цвета я тогда отчетливо вижу где начало и конец рядом возьмите скорее ниточку для того чтобы вам просто удобно было ее перемещать потому что каждый раз маркер как бы его передвигать не так-то и удобно ну в общем как считаете нужно и теперь следующем ряду делаем прибавление таким образом провязываем 1 столбик без накида затем следующую петелечку провязываем прибавку то есть 2 столбика без накида и так продолжаем чередовать столбик без накида в одну петлю следующую провязываем 2 столбика без накида то прибавка. Снова столбик без накида, следующую провязываем прибавку. Опять столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. И так провязываем до конца ряда. Передвинули ниточку в начало ряда и следующий ряд провязываем так. Столбик без накида, столбик без накида. Третью делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова провязываем 1 столбик, в следующую петлю второй столбик и в третью петельку делаем прибавление 2 столбика без накида, 1 и сюда же второй. Снова столбик, столбик, прибалка, столбик, столбик, прибалка. И так до конца ряда. Снова ниточку переодели в начало ряда. И теперь будем провязывать так. 3 столбика без накида в каждую петелечку по столбику и в четвертую делать прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. Итак, начинаем. Первый столбик провязываем, затем второй столбик провязываем, третий и в четвертый столбик провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, второй столбик, третий столбик, а в четвертый провязываем два столбика без накида. И снова столбик, 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 прибавка, столбик, 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 прибавка. В каждую четвертую петельку провязываем два столбика без накида, то есть прибавку. И так до конца ряда. Довязали ряд до конца и теперь провязываем так. 4 столбика без накида подряд по столбику и в пятую делаем прибавление 2 столбика без накида провязываем в одну петельку. Итак, вот я довязала 4 столбика, в пятую делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. Снова один, два, три, четыре. Пятую делаем прибавку. Два столбика без накида в одну петлю. И так провязываем до конца ряда. Четыре столбика в пятую прибавку. Четыре столбика в пятую прибавку. Снова довязали ряд до конца, перетащили наш маркер в начало ряда. И теперь чередуем пять столбиков без накида в прибавку. Два, три, четыре, пять столбиков провязали. Шестую делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. И снова один столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Шестой делаем прибавление. Два столбика без накида. И так до конца ряда провязываем пять столбиков без накида. Шестой столбик делаем прибавление. Два столбика провязываем в одну петельку. Довязали до конца ряда. Снова маркер в начало ряда. И чередуем шесть столбиков без накида по столбику в петельку. И в седьмую делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. Я довязываю шестой столбик. В седьмой провязываю два столбика без накида. То есть прибавление делаем. И снова начинаем один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Довязали столбики. И в седьмой делаем прибавление. Два столбика без накида. И так до конца ряда провязываете шесть столбиков без накида. Каждый столбик в петельку. И затем в седьмой делаем два столбика без накида. То есть делаем прибавление. Довязали до конца ряда. Маркер перевинули в начало. И начинаем. Семь столбиков без накида. В восьмой делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. И так довязываю. Я уже седьмой столбик довязала. И в восьмой делаю прибавление. Два столбика в одну петлю. И снова один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Восьмой делаю прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. Если вам вот эта ниточка мешает, вот как в данный момент мне, она немножечко медленноватая в начале, ее можете закрепить, то есть продеть ее как бы тоненьким крючком еще раз по кругу и хорошо затянуть, обрезать. Как бы закрепите ее для того, чтобы она вам просто не мешала. Итак, продолжаем. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Восьмой делаем прибавление. Итак, до конца ряда семь столбиков без накида, прибавка, семь столбиков, прибавка. Довязали ряд до конца, поставили маркер и теперь чередуем восемь столбиков без накида. В девятую делаем прибавочку. Итак, четыре столбика, пять, шесть, семь, восемь. И в девятую делаем прибавление два столбика без накида в одну петельку. И снова первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Прибавка. Снова один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Прибавка в девятый. Так, до конца ряда чередуем восемь столбиков без накида, в девятый прибавка, восемь столбиков, прибавка. Довязали до конца, маркер в начало ряда, а теперь чередуем девять столбиков без накида, прибавка. Провязываем три столбика, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Десятый. Провязываем два столбика без накида в одну петлю. И снова один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Десятый. Делаем прибавление два столбика без накида в одну петельку. Итак, провязываем до конца ряда девять столбиков без накида в каждую петельку по столбику. И в десятый делаем прибавление два столбика без накида, провязываем в одну петельку. Довязали ряд до конца и теперь чередуем десять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В одиннадцатый делаем прибавление два столбика без накида в одну петлю. И снова продолжаем один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. В одиннадцатую провязываем два столбика без накида в одну петлю, то есть прибавку. Итак, чередуем десять столбиков без накида, прибавка до конца ряда. Довязали, переносим маркер в начало ряда. А теперь чередуем одиннадцать столбиков без накида, затем прибавка. Итак, начали первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. А теперь делаем двенадцатый прибавление два столбика без накида в одну петельку. И дальше поехали. Один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и в двенадцатый делаем прибавление. Два столбика без накида, первый столбик и сюда же второй столбик. Итак, чередуем до конца ряда. Провязали тринадцатый ряд, переносим наш маркер, начало ряда и теперь будем прибавлять так. Прибавляем, сначала провязываем двенадцать столбиков без накида в каждую петельку по столбику, а затем в тринадцатый делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. Итак, я довязываю первый раппорт из двенадцати столбиков без накида и в тринадцатый буду делать прибавление. Довязала я двенадцатый столбик и прибавление. И начинаем с вами. Первый столбик, второй столбик, третий, далее четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. В тринадцатый провязываю два столбика без накида в одну петлю, то есть прибавочку делаем. И начинаем снова. Один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И провязываем одиннадцатый столбик с двенадцатым и в тринадцатый делаем прибавление. Два столбика без накида провязываем в одну петельку и так до конца ряда чередуем. Таким образом, провязав четырнадцатый ряд, мы довязали диаметр донышка шапочки. У меня получилось от стеночки до стеночки диаметр четырнадцать с половиной сантиметров. Теперь переносим маркер в начало ряда и провяжем пятнадцатый ряд просто столбиками без накида в каждую петелечку провяжем по столбику. И начинаем. Первый столбик провязываем, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восемьдесят один, восемьдесят два, восемьдесят три и восемьдесят четыре. Довязали по кругу столбики, теперь снова переносим маркер в начало ряда и теперь будем снова делать прибавление. Чередуем тринадцать столбиков без накида, четырнадцатый провязываем прибавку. Итак, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый. Четырнадцатый провязываем два столбика без накида в одну петелечку, то есть делаем прибавку. И снова начинаем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. В четырнадцатый делаем прибавку. Два столбика без накида в одну петелечку и так до конца ряда чередуем прибавки столбики. Провязали до конца ряд, маркер переносим в начало ряда и снова этот ряд мы будем провязывать просто в каждую петелечку по столбику без накида. Просто в каждую петелечку провязываем по столбику до конца ряда. Довязали до конца ряда и теперь начинаем провязывать четырнадцать столбиков без накида, в пятнадцатый делаем прибавление. Итак, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый. А в пятнадцатый делаем прибавление. Два столбика без накида провязываем в одну петельку. И снова повторяем. В тринадцатый и четырнадцатый. В пятнадцатый делаем прибавление. Итак, довязываем до конца ряда, чередуя 14 столбиков без накида, в пятнадцатый делаем прибавление. Довязали последний ряд с прибавлениями до конца, маркер в начало ряда и теперь продолжаем провязывать в каждую петелечку по столбику без накида. Провязываем мы, так сказать, просто столбиками без накида, без прибавления различного до двенадцати сантиметров. То есть, вот смотрите, слаживаете вот так ваше вязание и от макушки отмеряете 12 сантиметров. Вот это приблизительно у меня еще нужно довязать полтора сантиметра, то есть где-то четыре рядочка. Рядочка, может где-то три, три-четыре рядочка. В общем, я буду провязывать до двенадцати сантиметров. Вы смотрите, сколько вам нужно провязать рядочков. И мы тогда с вами будем присоединять цвет, так сказать, полосочку нашего ниндзя-черепашки на глаза. Вот я довязала до двенадцати сантиметров последний ряд, не довязала последнюю петельку. Теперь я вытаскиваю маркер, чтобы он мне не мешал, и беру другой цвет, которым у вас полосочка. То есть у меня это голубая полосочка, у вас может быть красная, оранжевая, в общем, смотря кто у вас из черепашек. Итак, берете следующим образом, вот она у вас последняя петелька на крючке, вводите крючок в следующую петлю, захватываете ниточку, подтягиваете ее и довязываете уже, так сказать, столбик без накида уже новым цветом. Таким образом мы с вами поменяли цвет. И вот эти вот кончики, синий и зелененький, ложите на вязание и продолжаете вязать, вот так вот ввязывая их между столбиками, продолжаете вязать столбики без накида, просто без прибавления, то есть все как обычно. Сейчас мы с вами провязываем высоту шапочки. Я голубого цвета буду провязывать, вот от этого момента, где мы с вами поменяли цвет, вот от вот этого, 8 рядочков. Вот, как вы видите, я взяла нечаянно прибавку, вы следите, чтобы у вас просто в каждой петельке по столбику без накида было провязано. То есть у вас по всей окружности шапочки должно быть по столбику без накида в каждую петельку. Обратите внимание, чтобы здесь вы не сделали никаких прибавлений. И вот вы несколько буквально сделали столбиков без накида, ввязали, так сказать, ниточку. Теперь обрезаете, вот я сейчас довяжу без, так сказать, без кончиков, дальше просто немножечко, чтобы вам показать. Теперь вот эту ниточку зелененькую и голубенькую вы обрезаете, немножечко подтяните, чтобы они у вас не торчали, и просто обрезаете. А дальше продолжаете вязать, это у вас первый рядочек, еще помимо этого рядочка 7 рядков, то есть высоту у вас должно быть 8 рядочков. Когда провяжете, мы снова поменяем с вами ниточку на зелененькую. Я довязала высоту полосочки своей, 8 рядочков, как я вам говорила. Теперь берем ниточку, обратите внимание, меняем мы там же, где сменяли первый раз ниточку. И берем, в следующую петельку вводим крючок, захватываем ниточку основного цвета. И уже ей же и заканчиваем столбик без накида довязывать. Теперь подтягиваем ниточку дополнительного и основного цвета, ложим на вязание и дальше продолжаем, ввязывая кончики, провязывать столбики без накида. То есть вот, как бы между столбиками у вас должны ложиться окончание основного цвета, который мы поменяли, и дополнительного, которым вязали. Теперь убираете вот эти вот кончики ниточек и дальше вяжете просто столбики без накида обычным, так сказать, способом. Я вот провязала чуть-чуть дальше, чтобы вам видно было. Теперь вот эти кончики, которые у нас остались, вы их просто подтягиваете аккуратненько и обрезаете. И продолжаем ниточкой основного цвета провязывать где-то 21 сантиметр, чтобы там у нас еще осталось немножечко, так сказать, места на ушки. Итак, в общем, продолжаем ниточкой зеленого цвета провязывать. Далее просто от макушки до низа 21 сантиметр. Можете даже 22 для уверенности. Ну, я, наверное, 21 буду делать кольцушками. Продолжение следует...